Всем привет! Доброе утро! Наши ежедневные сборы в детский садик. Не знаю, почему-то спонтанно захотелось выйти и записать влог. Давно мы его не снимали, полгода точно. Мы собираемся в садик. Давайте вам покажу, что у нас за окном. За окном у нас уже второй день подряд сыплет снежок для Армавира. Это, конечно, огромная редкость. Сейчас 8 февраля. Мы вообще думали, что уже в этом месяце, вообще в этом году у нас снега не будет. Потому что, ну прям, в последнее время глобальное потепление какое-то. В декабре месяце у нас один день ледышки какие-то попадали. И всё. В январе не было снега. В феврале вот только вчера выпал снежочек. Это у нас соседи. Вам снимать их особо не будут. То ещё ругаться будут. Сегодня я хочу снять влог один день со мной и показать, чем я занимаюсь, чем занимается мой муж. И как проходят наши будни. Поехали. Всё проверила. Вроде бы всё выключила. Дом закрыла. Мы арендуем дом. Это не наш. Наш в ближайшее время будет строиться. Сколько снега выпало сегодня. Блин, это моё самое нелюбимое. Закрывать ворота. Мне нужна твоя помощь. Помоги, пожалуйста. Слушай, нормально так намело, да? Вчера прям мелкий снег сыпало, сегодня уже хлопьями. Минус замшевых сапогов в том, что они постоянно намокают. Дочь, я тебе каску сделала. Держи. А это обмен, да? Вкусно? Сколько там градусов показывает? Минус 8, офигеть. Возвращаемся во влог. I'll be back, bro. Нормально мы в садик едем. 8.20. За завтрак уже опоздали. В общем, мы живём на Каспаровских дачах. Это вообще на выезде из города. Детки у нас ходят в садик в другой конец города. Мы изначально планировали, что когда детей отдавали в сад, мы будем жить в том районе. Потому что мы там построили фундамент, мы там купили участок, планировали строиться. Но финансы поют романцы. В общем, не получилось. То есть у нас построится вот уже на протяжении двух лет мы ездим туда в садик, в старую станицу. Ехать нам в садик на машине 20-25 минут. Это если пробки. Если пробок нет, то минут 15. С утра такая пуша. Мы вообще планировали попасть этой зимой хотя бы либо в Архыс, либо в Донбай, чтобы покатать деток на санках, на кружках, погулять, видеть снег, увидеть нормальную зиму. Но у нас не получилось поехать. И мы уже смирились с этой мыслью, с тем, что мы поедем только в следующем году. И что зимы уже не будет. Как спонтанно у нас выпал снег. Вообще такого снега, вот прям такой метели. у нас давно не было. Года два точно. Погода прям радует. Радует меня, но не водителей. Вечером поедем кататься на кружках. Вот так вот. Вот так. Вчера ездила я за рулем. По лобовому снег замерзает. И не тает. Потому что здесь подогрева нет. Есть только дуйка лобового. Вот она дует, но толком не греет. Но зато у нас сзади есть обогреватель. Там вот эти вот полосочки специальные, которые обогревают. И там тает снег. У вас тоже так? Покупаешь машину за миллион полной комплектации? Путы. Это самая пустая комплектация. Что ты расскажешь? Я думала, полная комплектация. Растут кондиционеры, дуйка есть. Ну ладно, она не полная комплектация. Просто все равно. Ты покупаешь машину за миллион автомат. Фундайз Солярис. А тут все время вот такая вот проблема. Неужели они, когда машину тестируют, вот это не тестируют? Что это такое? Дворники просто обледенели. У меня ЗВТ этот район ассоциируется с нашей чебуречкой. Полгода назад у нас была чебуречная. Какой полгода? Уже год прошел. Год прошел, обалдеть. Вот время летит. Мне кажется, как будто бы вот только недавно была она. Решили рискнуть, так как я из Крыма. Мы часто ездим с мужем из Крыма отдыхать с детьми. Вот. И все вы знаете, что самые знаменитые чебуреки вкусные в Крыму. Вот. И мы, в общем, попробовали чебуреки, распробовали. Нам очень понравилось. Потом мы отдыхали в Архипке. В Архипке тоже были очень вкусные чебуреки. И решили попробовать открыть чебуречную здесь. Вот. Так как мой муж пекарь, он знает толк в тесте, в хлебе. Сказал, сейчас знаю, все будет. Замесил тесто. Пробных периодов у нас было очень много. Много пропробовали. Но получилось очень классно, очень круто. Потом, если найду ролики, вставлю здесь. Талк, конечно. Потому что такой тип бизнеса, он не подходит под наш город. Потому что здесь у нас город маленький. Население города тоже небольшое. Вот. Такой бизнес нужно открывать где-нибудь на курорте. Где это будет актуально не только летом и весной, но и зимой. Потому что я, например, с чебуреком жирным, горячим, машину не сяду. Соответственно, люди точно так же. Выручки падают, и спрос на чебуреки, соответственно, тоже падает. Полгода мы проработали. Радовали наших клиентов. Многие до сих пор пишут мне в инстаграме, как мы скучаем. Как мы хотим, чтобы поскорее открылась ваша чебуречина. Но, к сожалению, нет. Вот. У нас сейчас только активная пекарня. Мужья пекарня в старой станице. Вот сейчас детей отвезем в садик, и я вам ее покажу. Пойдем, сынок, пойдем, пойдем. И так уже опоздали. Вот такая вот огромная территория у нас в садике. Вообще обожаю наш садик. Он новый. Воспитатели здесь прекрасные. Отношение к деткам просто замечательно. Кормят хорошо. Группы чистенькие, опрятненькие. Просторные, новые кроватки, новые игрушки. Большая территория, очень много детских площадок. Ну, в общем, я в восторге. И ради хорошего садика, потому что очень часто подписчики спрашивают, а почему вы не переведете детей в другой садик. Рядом с домом у нас. Действительно, рядом с домом есть детский сад. Но нет. Я ради хорошего садика готова и 40 минут на дороге потерпеть туда-обратно. Все, булка, пойдем. Пойдем. Все, сынок, давай, хорошего дня. Пока. Пойдем, Сань. Здравствуйте, Евгения Васильевна. Здравствуйте. Мерчанку мою взяла. Вау. Так, давай, дочь, развивайся. Свобода. А еще бы муж был рядом, но работать пойдет. Ой, какая атмосфера красная, новогодняя. Сейчас вам покажу. Окна закрой. Лавашная. Печет лаваш из тундыра. Выпечку различную. Кофе. Очень вкусный кофе. Девочки, из профессиональной кофемашины. За 50 рублей. Что это такое? Капучино 60 рублей. Латте. Латте 80. Вау, какая красота. Закрытая пицца. Вот закрытую пиццу я обожаю. Слоеное тесто. Здесь колбаска, сырочек. Огурчики солененькие. Хачапури. Самые ходовые позиции у нас. Но это еще не все. Рабочий день только начался. Приехал пекарь. Сейчас будет печь хлеб. Не хочу. А я сейчас схожу в магазин. Куплю что-нибудь к чаю. Позавтракаем вместе. И поеду к себе на работу. У меня магазин корейской косметики. Кто не знал. Вот. Тоже покажу вам всю внутрянку. Как мы работаем. Там небольшие траблы появились с кассой. Вот нужно этот вопрос решить. Все. Работает. А я поехала на работу. Уже к себе. Это мой обед. Протеиновый батончик. Не сказать, что я на ПП. Просто очень вкусный батончик. Я уже 4 года занимаюсь корейской косметикой. 2 года был интернет-магазин. И теперь уже 2 года как оффлайн-магазин. Сейчас я вам его покажу. Но пока немножечко расскажу, как я к этому пришла. На самом деле был очень тяжелый тернистый путь. Начала заниматься корейской косметикой. Когда была в декрете. Ребенок родился. Я не знала, чем мне заняться. Вообще изначально, конечно, я понимала, что я не хочу ни на кого работать. Хочется попробовать что-то свое. Я и ноготочки пилила, и реснички наращивала. Но усидчивость это не про меня. Я люблю движение. Движение это жизнь. Люблю двигаться, чем-то заниматься, куда-то ездить. Я уже приехала. Поэтому запишу еще пару слов. Расскажу вам, как я начала заниматься косметикой. Так вот, для того, чтобы раскрутить любой магазин, необходима реклама. С нулевой странички, если тебя никто не знает в городе, если ты не блогер. Открыть какой-то бизнес очень сложно. Я решила сделать рекламу. Давала товар на рекламу блогерам, так как у меня денег не было. Я давала товар. Меня отмечали странички. Меня рекламировали. Так как корейская косметика на российском рынке была в новинку. Четыре года назад она только-только заходила на российский рынок. Она пользовалась хорошим спросом. Ну, в принципе, как и сейчас. Но сейчас огромная конкуренция. Раньше такого не было. И потом постепенно-постепенно у меня уже появилась какая-то база клиентов. Были отзывы, рекомендации. Но была самая главная проблема. Это в том, что я не умела подбирать уход. Корейская косметика – это про правильность подбора ухода. Это про здоровую кожу. Это про помощь клиентам. Потому что когда ко мне начали обращаться с такими проблемами, как акне, покраснение, раздражение, я не понимала, что мне делать, какие компоненты, с каким типом кожи, взаимодействие. Я вообще ничего не понимала. И на этом моменте я застопорилась, и у меня появилось выгорание. Я не знала, что делать. Я боялась навредить только своим клиентам. И тогда я полностью погрузилась в обучение. Я очень много читала, изучала. Я сама пробовала. После того, как у меня закончилось мое выгорание, я поняла, что так дальше продолжаться не может. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Но мой страх, он не давал мне действовать дальше и заниматься тем, что я люблю. И я попробовала снова. У меня была денежка, у меня были накопления. И я снова сделала заказ. То, чтобы вы понимали, ту поставку, которая у меня была дома, я ее полностью распадала. Сидела я со своей депрессией дома в рекрете. Вот. И решила снова начать. Эту поставку я уже заказала большую на 40 тысяч. Ну, как большую. 40 тысяч для корейской косметики. Это очень мало, потому что это очень дорогая косметика в закупке. Приблизительно вот такая вот коробка. Вот. У меня была одна полочка. Я торговала из дома, с телефона. В принципе, как и все интернет-магазины. И дальше уже после обучения пришли плоды. И действительно стали появляться отзывы. Отзывы с благодарностью о том, что я помогла подобрать действительно качественный, хороший уход. И постепенно, постепенно, помимо того, что я просто обучалась, я еще и стала больше вникать в составы. То есть углубленно вникать в ту деятельность, которой я занималась. Сейчас, на данный момент, у нас уже огромная клиентская база. Мы не только подбираем и консультируем наших клиентов. Но еще и подробно разбираем каждый состав каждого продукта. К нам приходят клиенты. Мы не только консультируем и говорим, какой ему кремушек подойдет. А подробно каждый крем берем. Каждую позицию. То есть там много этапов в уходе. Вот. Мы это все разбираем и объясняем. Мы даем выбор нашему клиенту. Говорим о том, что желательно делать так, 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 так. Но там уже, как вы посчитаете нужным. Вот. Если клиент соглашается, мы подбираем ему комплексный уход. Предоставляем всегда огромный выбор. Сейчас, на данный момент, вот, спустя 4 года, у меня уже не одна полочка. У меня целый магазин. Я вам сейчас покажу. Когда перед клиентом стоит большой выбор косметики разного ценового сегмента, и ему есть из чего выбрать, то это на самом деле очень круто. Потому что, если у тебя стоит там 10 позиций, и ты не знаешь, что предложить клиенту, то ему приходится брать из того, что есть. И не факт, что этот крем ему определенный, там, или пенка, или сыворотка подойдет. Поэтому мы всегда стараемся предоставлять огромный выбор. Все, поехали в магазин. Вот он мой магазинчик. Магазин корейской косметики Косметичка. Я не помню, как я придумала это название. Просто что-то в голову взбрело косметичка, и все. Почему улитка? Потому что... Ой, ролет заедает. Почему улитка? Потому что... Ну, потому что в Корее в основном все продукты, все корейские продукты связаны с мацаном улитки. Ну, почему-то улитка, и все. Здесь у нас баннер. Конечно, уже надо фасад делать, ремонт. Давайте пройдем в магазин. Тук-тук. Привет! Это наш продавец Олеся. Наш продавец-консультант. Вот, в принципе, так это все выглядит. Ремонт в магазине мы с напарницей, с подружкой, мы делали сами. Поэтому все эти стеллажи ручной работы. Дизайн-проект, можно так сказать, тоже мой. Магазинчик небольшой, 30 квадратов, но у нас очень уютно, просторно. Здесь есть раковина. Мы ее недавно установили, год назад, для того, чтобы можно было протестировать определенный продукт. У нас есть пенки, кремы, сыворотки. Человек может прийти, посмотреть текстуры определенных средств и выбрать, подходит оно ему или нет. Вот здесь у нас стеллаж с пенками. Огромный выбор. Здесь кремы у нас. Премиум кремы, люксовые. Ну, опять то, о чем я говорила. Разного ценового сегмента. Можно приобрести сыворотку как за 600 рублей, так же и за 2,5 тысячи. Это, например, MediPill, Brand Manial, Rent Lab. Здесь различные у нас пробники-миниатюрки, декоративная косметика, гидрофильные масла. Средства по ходу за волосами. Пачки, ткань, масочки. В принципе, как-то так. Вообще, я сегодня что приехала. У нас тут небольшие проблемки по кассе. Буду сейчас настраивать кассовый аппарат. Вот, поэтому не прощаемся. В преддверии 14 февраля у нас с девчонками сейчас в магазине подготовка полным ходом. Собираем бьюти-боксики. Пакетики такие красивые у нас есть. Вот такие вот красивые наборы мы собираем. Здесь ленточка с надписью. Очень милые, нежные, красивые коробочки. Наполнимая здесь на 1220 рублей. Коробочка у нас вообще вся упаковка абсолютно бесплатная. Платят наши клиенты только за содержимое этой коробки. Сейчас, представляете, все это распакуем. Уже освободили один стеллаж. Вон тот, который справа. Здесь его сейчас вставим пакетиками, коробочками. Я уже в старой станице освободилась. На удивление, муж тоже сегодня освободился пораньше. Обычно его рабочий день заканчивается часов в 6 вечера. Мне еще нужно почту отправить. Что делать будем? Не знаю. Будни предпринимателей. Что-то поделали. А дальше не знаем, что делать. Ой. Снег превратился в шлякоть. Сейчас поедем, отправим на почту посылочки с косметички. Сегодня две посылки. Потом мне нужно заехать в эко-центр, забрать договор. Вот. А дальше уже по ходу дела придумаем, что будем делать. Сегодня, наверное, Адамочка заберем пораньше. А Сонечку попозже. Вчера ездили, катались на горках. Я поняла, что для ребенка двух лет. Такое мероприятие не очень веселое. Оно очень сильно быстро замерзло. У нее две пары перчаток промокли. Мы сразу же через 15-20 минут уже поехали обратно домой. Так что, если кататься на санках, то со старшим сыном. Все, почту отправила. Теперь можно безделить. Такая вот я руководительница. Руками водительница. Многие думают, типа, вот, прекрасная работа. У тебя работники сидят, торгуют, а ты ничего не делаешь. Но для того, чтобы к такому прийти, пришлось пройти цернистый пудрический. И дома торговала, и с детьми на доставку ездила. И ничего только не было. Зато сейчас можно работать в удовольствие, отдыхать, зарабатывать. Действительно, чтобы это было в удовольствие. Так как мы дома еще сегодня не были с самого утра, я не завтракала. Эдгар тоже не завтракал. Приехали в нашу самую любимую столовую в городе. Называется буфет. Находится в центре города. Там прям очень вкусно кормят. Ну, относительно недорого. Вот. Но... Муж иногда говорит... Супочка хочешь? Нет. Я супочка хочу. Сейчас в Маке ничего не возьмешь. Семьсот рублей. Смотри, под нас. Что ты хочешь? Супчик буду. Вот очень вкусно. У меня дамчик всегда заказывает вот эти котлетки по-киевски. Прям самые настоящие котлетки по-киевски. Что вкусно. Тут всегда приветливый персонал. Огромный выбор. Всего, чего хочешь. Даже вот, смотрите. Сыр в салагуне, сырные палочки. Их несколько разновидностей. Салатики. Опять-таки цены. Вот. Не совсем столовские. На обед я взяла красный борщ. Вот такой вот десерт. Не знаю, что я такой первый раз взяла. Сказали, очень вкусно. С заварным кремом. Салатик под шубой. Что там, мой отговор, солянка. Вот он здесь взял. Я пришел мне брать бесплатный хлеб. Взял мат на каш. Вот. И компотик еще. Борщ обалденный. Очень вкусный. Ты мне еще Макдональдс предлагал. Я не могу. Я наелась. Мне сейчас плохо станет. Все-таки вообще не пожалели, что не поехали в Макдональдс. Потому что с сухой мяткой толком не наешься. А тут хоть у Сонечка перекусили ежедневно. Мы уже с няней договорились. Няня приедет с Сонечкой посидеть в 5.30. А мы заберем сейчас детей. Денемся потеплее. Сонечке нужно кушать еще, приготовить что-нибудь, чтобы она покушала после садика. А то у них обед в 3 часа. И из 3 часов они потом уже ничего не кушают. И дети потом у нас после садика приходят голодные, постоянно кушают, просят. Сонечку оставим, мадамечку переоденем. И поедем кататься на плюшках. Здрасте. Соночек. Привет. Иди обниматься. Как твои дела? Все, мама. Как день прошел? Что делали? Спая. И все? Весь день спадал? Давай быстрее одевайся. Сейчас Сонечку заберем. Адам. Давай шустрее. Сейчас Соню заберем. Все, Тонечка. Дома теплее оденемся, колготки наденем для тебя. Поедем кататься. Давай быстрее одевайся. Там Соню надо забрать уже. Сидит, ждет нас. Здрасте. Здрасте. Тонечка, пойдем домой. Пока. Привет, моя булочка, Петровна. Ты что тут распитываешь? Давай, мясь. Соня, пойдем одеваться. Пойдем. Там улица снег, красота. Опа. Куда ты спряталась? Ку-ку. У тебя коза тут висит. Дай вытру. Куда ты полезла? Куда, куда? Ля-ля-ля на нее. Смотри, Соня, не твоего размера. Соня, Соня, пойдем одеваться. Все, Сонька с няней. А мы на выгуле. Давай, папа, вперед. Поехал. В общем, не тянет, а так страдает. Поехал. Так и до дороги можно накатиться. О, людей очень много. Давай, сынок, вместе. Папа, подтолкнешь нас? Ай, ты что, блин? Поддых прям дал. Спасибо большое. Они прям на дорогу вылетают, да? Обалдеть. Смотри, как опасно, да? Вот дорога с машинами. Прям все на таблетках на дорогу вылетают. Да, спасибо добрым людям, которые вылавливают. Пойдем с нами. Бегом убегай с дороги, давай. Если ты отбил копчик, ударился головой об маме на колено, значит, ты удачно погадался. Мы все. Адамчик уже сам сказал, что замерз. На самом деле, это большая редкость, чтобы он сам просился домой. Вообще офигенно погадались. Ну, очень опасно, потому что, ну, сейчас я постараюсь переключить. Вот, обратите внимание, вот эта горка, она огромная, потому что эта горка с моста. И вот там снизу, где стоят люди, там проезжают машины. Кто-то кого-то ловит, а кто-то просто так стоит, взевает. Поэтому повезет, не повезет. Опасно, конечно, очень кататься здесь. Но пока вроде бы чипа никакого не было. Слава богу. Вот, видите, машина там проезжает. И резкий спуск прямо на дорогу. Детей уехали к моей подруге. Сейчас забрали Олеська. Как это дурдом у нас тут происходит. София, тихо! Олеська наш продвеск-консультант, по совместительству еще и наша няня. У нее педагогическое образование. Она воспитатель в детском саду. Вот, и она отлично справляется с детками. Еще и помогает, выручает нас, когда нужно посидеть, посидеть София. Соня! Дом, который мы снимаем, у нас там очень холодно, сквозит со всех сторон. Дом от застройщика, сам хозяин там не живет. Вот, дом не утеплен. Очень холодно, просто невероятно. У нас батареи топятся 60 градусов. И даже это не помогает. Сей дуйкой, и даже с дуйкой холодно. Да, наша новая дуйка, дочь. На время. А эта сломалась, сломалась. Надеюсь, она спасет нас от этих холодов. У нас ночью минус 15, обещают сегодня. Поэтому вторая дуйка нас определенно спасет. Как говорится, кто чем богат. Мы богаты на дуйки. Блин, купили месяца два назад, перед Новым годом. Дуйку за 2,5 тысячи. Через месяц она сгорела. Но вот это вот служит нам верой и правдой. За 600 рублей. Мощная только вот такая она, 3 ватта. Хватает нам на сколько здесь? Ну, пусть будет 50 квадратов, потому что остальные комнаты мы не отапливаем. У нас нет межкомнатных дверей. Там очень холодно. Сквозит, конечно, со всех сторон. Бардачок небольшой. Пойдем, дочь. Пусть здоровы. Я только закончила убирать весь двор. Руки обомлели. Нас сегодня очень сильно засыпало. Там дети орут дома. Для меня проще убрать весь двор, чем просидеть с орущими детьми дома. Поэтому пусть с ними справляется муж, а я справлюсь сама. Все, друзья. Всем хорошего дня. Пока-пока. Ждите новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok